Здесь можно купить все – и мед, и выпечку, рукодельные сувениры и даже одежду из льна. Все эти товары пользуются большой популярностью у череповчан. Тем более, что цены здесь ниже, чем в магазинах, ведь их назначает сам производитель. Тамара Курмаева на ярмарку попала случайно, подсказала подруга. Но уйти отсюда с пустыми руками просто невозможно. Я только положительно отношусь к таким ярмаркам. В основном я любитель молочных продуктов и рыбных, но, к сожалению, рыбы нет. Я приобрела из Тарнаги молочную продукцию, положительно относятся. И я ни разу не покупала, конечно, а похвалили, и я подошла, специально купила. На площади сегодня развернулось 22 торговых точки от 19 предприятий. В эти дни мы встречаем большое количество гостей в нашем городе и проводим несколько мероприятий для того, чтобы представить нашу продукцию. Первое большое значное мероприятие – это выставка «Настоящий Вологодский продукт», которая прошла в Оке, которая пользовалась популярностью у наших людей и сегодняшний день показала, что она пользовалась огромной популярностью у наших гостей. Помимо выездной ярмарки, все череповчане могли стать свидетелями и практически участниками пленарного заседания конференции партии «Единая Россия». Здесь, прямо на площади, прошла прямая трансляция выступления главы правительства. Череповчанка Зоя Носкова пришла на площадь именно для того, чтобы увидеть эту трансляцию. Я пришла на площадь, потому что такое, как сказать, открытие у нас в Череповце, ну как не прийти, приезжает премьер. Мне лично, так он очень дорог, я его очень люблю. И вообще, ну я не знаю, мне очень он нравится. Вот я именно из-за него пришла. Собралась здесь и молодежь Череповца. Мне, как и большинству молодежи города Череповца, небезразлично будущее нашего города, нашего региона, нашей страны. В эти дни в Череповце проходит межрегиональная конференция, на которой решается, каким будет наш город, какой будет наш регион в ближайшие годы. Поэтому мы сегодня здесь. Планируется, что закончится трансляция в 17 часов. Юлия Моцина, Сергей Смирнов, информагентство «Череповец».